Ну что ж, дорогие друзья, давайте представимся для начала. Меня зовут Аякуш Калачан, я педагог-психолог. Я хотела бы узнать, с каким возрастом вы работаете, кто по профессии. Может, здесь присутствуют психологи, воспитатели или родители. Я не знаю, было бы интересно узнать, кто вы и откуда. Для чего вообще-то нужна диагностика, когнитивистики, когнитивных способностей и психоэмоциональных? Во-первых, мы, поскольку работаем с детьми дошкольного возраста, очень важно подготовить детей к школе. Поэтому мы смотрим, выявляем то, что у них в дефиците, то, что еще не развилось, и подбираем инструменты для развития именно этих направлений. Тогда мы помогаем ребенку лучше подготовиться к школе и к жизни. Каким образом? Ну, если у них из когнитивных навыков какое-то отсутствует, то мы даем упражнения, чтобы они развивались. Тут можно включить дальше уже и образовательные кинезиологии, другие упражнения, которые помогут в этом. Я вижу педагог-психолог дошкольного образования, педагог-психолог школы, учитель-дефектолог. Здорово, здорово. Приветствую вас, дорогие друзья. Так, основной контингент дети с ОВЗ, педагог-психолог, воспитатель. Хорошо. Ну что ж, как изменяется жизнь школьника? Почему вот именно важно вот это понимать, к чему готовиться? Я понимаю, вы все это прекрасно знаете, но мы просто входим в тему, да, поэтому вот один-два слайда, вот эта входящая информация. Появляются обязательства. До этого ребенок порхал, летал, бегал, прыгал, что хотел делать, а тут надо сохранять дисциплину. 40 минут сидеть, извините меня, на попе ровно, да, на уроке, не мешать, поднимать руку как надо. И вот эта дисциплина, конечно, резкое изменение. Более строгое подчинение правилам. Они в садике уже в игровой форме учатся подчиняться правилам, а в школе это еще более строго и более конкретные и требования побольше относительно правил. Увеличивается объем разнообразной информации. Они проходят разные предметы. И вот успеть анализировать, усвоить и запомнить весь этот материал требует определенной подготовленности. И, конечно, требования к общей организованности. Как ребенок организовывает свой рабочий стол на парту, ставит книги, собирает вещи, пенал и так далее. Это общая организованность, которая и в садике уже воспитывается. Мы помогаем в этом детям. И в школе уже ему не будут помогать, он должен быть уже готовый к этому. Ну что ж, для кого этот вебинар? Для воспитателей, для учителей начальных классов и для психологов. Психологи, конечно, прекрасно знают все эти методики, которые я сейчас буду рассказывать. Но, возможно, вы вспомните о них, потому что тестов и диагностика инструментов очень много. И если я чем-то помогу вам сказать, «Ой, из-за кромов можно достать вот этот тест и его опробировать, провести с детьми». Будет прекрасно. Ну что ж, беды диагностики какие? Когнитивные. Это касается памяти, внимания, воображения, восприятия, концентрации, умения расслабляться. Это важные вещи, которые помогают осваивать. А психоэмоциональные необходимы для того, чтобы дети коммуницировали хорошо и качественно. Это эмоционально-аффективная сфера, волевые качества, личность, уровень стресса, самооценка и агрессия. Агрессия – очень важная вещь для ребенка, для любого человека, потому что он проявляет агрессию, когда ему некомфортно. И таким образом показывает, что его личные границы немножко подвергаются внешнему воздействию. И здесь важно, насколько ребенок адекватно это все делает. Он слишком агрессивный или частичный. Поэтому агрессия тоже важна. И важно, чтобы его было не очень много. Итак, оценивается 10 баллов. Это очень высокий уровень. 8-9 высокий. 6-4-7 средний. 2-3 балла низкий. 0-1 очень низкий. Обычно оцениваются таким образом когнитивные. Психоэмоциональные тесты по баллам не классифицируются. Там своя специфика. И когда мы говорим о памяти мышления, то здесь какие критерии? Скорость выполнения задания, которые ребенок делает. Правильность, насколько правильно он делает. И чистота, аккуратность. По марке, не по марке и так далее. Итак, перешли к тестам. Только на памяти. Вот видим, сколько разных тестов. Вы это, когда скачаете презентацию, вы сможете более подробно почитать. О некоторых тестах я сейчас расскажу более подробно. А вот здесь просто списки. Итак, повтори рисунок. Это наглядно действенное мышление. Уже 3-4 года ребенок способен это сделать. Что надо сделать? Посмотреть, что на левой картинке таким же образом разукрасить на следующем части бумаги эти фигуры. Заполнить квадраты точно так же, как заполнено здесь. Зависит, если мы смотрим время, за какое время ребенок это делает, насколько точно делает, и насколько он выходит за границей или не выходит. Смотрите. Ребенок, который натренирован, он сделает это намного лучше, верно? А вот который впервые приступил, конечно же, он провалит этот тест. Может недостаточно хорошо сделать. Это естественно. То есть мы узнаем, что ребенку надо в этой области заниматься. И очень может быть, что через месяц-два занятий он его в первый раз, скажем, сделал на 3-4 балла, а дальше сделает на 9 и 10. То есть это как раз та область, которая требует у него развития. Просто берем и занимаемся. Ничего в этом сложного нет. Проблемы выявляются, когда уже ребенок давно занимается этим, но делает это не точно. Тогда мы включаем здесь, конечно, упражнения из нейропсихологии, упражнения той же образовательной кинезиологии, которые помогут ребенку развить эти дефицитные области. Следующий тест. Запомни рисунки – это определение объема, кратковременной и зрительной памяти. Что надо делать? Постараться посмотреть на картинку, постараться запомнить и потом на другой картинке найти аналогичные рисунки. Какие там были, какие там не были, могут быть изменения какие-то в рисунках. Нелепицы – самое интересное задание, которое дети с удовольствием делают. Почему? Потому что здесь есть сюжетность. Если в предыдущем тесте вот здесь все абстрактно, непонятно, то во втором, в Нелепицах, здесь интересная история. Очень важно, как мы готовим ребенка к тесту. Мы начинаем спокойно разговаривать с ребенком. И вдруг говорим, ой, посмотри пока этот рисунок, я займусь какими-то делами. Когда у ребенка нормальное психоэмоциональное состояние, он дает адекватный, свойственный ему ответ. Но когда ему плохо, то он может какие-то вещи не заметить, часть не заметить, то есть не проявить в полной мере свои способности. 30 секунд даем рассмотреть, и он замечает какие-то нелепицы. И забирает у ребенка рисунок и спрашивает, а какие нелепицы ты увидел. Скажу честно, если взрослому дать, он может за 30 секунд не заметить все нелепицы. Но вот так мы требуем от ребенка. А ребенок может заметить, потому что у него психология немножко другая, отличается от нас, и отмечает конкретно в этом рисунке 7 нелепиц, которые нужно найти. Смотрите, вот тесты, которые здесь представлены, вы можете их, конечно, в интернете забить название, оценка элементарных образных представлений о мире нелепицы, и найти. Лично я, чтобы долго не заморачиваться, не искать, я просто купила сборник этих тестов у Нины Василец. Она в ВКонтакте есть, у нее свой сайт, и оттуда можно приобрести уже готовые тесты, распечатать и их использовать. А можно просто посмотреть в интернете, и забить, и найти бланки, рисунки, новые, более богатые возможности, потому что таких нелепиц сейчас есть намного больше, есть разноцветные, более красивые, нежели вот в этом сборнике. Но этот сборник дает минимальную такую возможность. И как мы тут оцениваем? 10 баллов ребенка, который за 3 минуты, отведенные 3 минуты после того, как он 30 секунд посмотрел, и 3 минуты рассказывает, все 7 нелепиц на картине. Если ребенок не говорит, то мы начинаем ему задавать вопросы. А тебе понравилась картина? А что не понравилось? Что там нарисовано? А еще что? Может быть, ты вспомнишь? И он начинает вспоминать, припоминать. Здесь и память проявляется, и это вот внимание, которое он увидел, какие-то нелепицы. И можно вот по этим вопросам пойтись по требованию, по надобности уже конкретно в вашем случае их использовать. Коллеги, а скажите, вот эти тесты, которые вот до сих пор я показала, у вас есть знакомые, как вы используете в своей работе? Можете поделиться своим опытом, как у вас проходит, насколько они полезны, неполезны. Вы считаете это нужно или заменяете какими-то другими? Давайте проведем такой диалог, потому что интересно. Один человек я на своем опыте проверяла, а другие люди со своими ребятами проверяли, и есть другой опыт. Следующая группа – это мышление. Это название тестов, и дальше сейчас посмотрим. Добрый день, Изуфы, отлично. Вот рисунок «Кому чего не достает». Внизу разные элементы, и надо их взять, поставить в соответствующее место. Палочки, зонтик, письмо, расческа. И каждому это обычно разрезается, или есть карточки, можно взять и карточку поставить в нужное место, кому что соответствует. Дети обычно с этой диагностикой, с этим тестом легко справляются. в 4 годика. И смотрите, 3-4 годика – это очень большая разница. Ребенок 3 года, и ребенок 3 года 11 месяцев, или 4,5 года. Это огромный срок для развития ребенка, потому что рост психиерики ребенка очень динамичен в этот период. Ой, у меня язык заплетается. Так, и поэтому ставим. Времена года. По рисунку определить, какое это время года, и почему это такое время года. По каким признакам ребенок узнает. Очень важно вот эти уточняющие вопросы задавать, чтобы он не наобум говорил, а вот это было осознанно. А как ты определил? Вот здесь лето, а почему лето? Потому что жарко, потому что солнце, мальчик на пляже. Могут быть цветные рисунки, где намного больше элементов, и тогда мы помогаем речевому развитию, еще и проверяем его словарный запас, насколько свободно ребенок общается. То есть эти рисунки примерные. Так, пользуемся активно, в работе весьма эффективно, детям нравится. Вот, отлично. И смотрите, эти самые тесты становятся еще и учебным материалом. Есть задача, когда вы делаете чисто тесты и диагностику, чтобы или внести в журналы, или просто потом посмотреть динамику, как развивался ребенок. Может, вы собираетесь провести какую-то экспериментальную методику, использовать, вот посмотреть, та же самая кинезиология, работает или не работает. Вы делаете упражнение, спустя какое-то время даете еще разочек пройти этот тест. Вот чисто экспериментально, чтобы понять, этот инструмент помогает или нет, мы используем как диагностику. А есть вариант, когда диагностический материал мы берем, используем как учебный материал. То есть на этапе уже, после того, как оценили, мы еще и подсказываем, направляем, даем наводящие вопросы, чтобы ребенку было интересно, не было ощущения, он не должен ощущать, что его тестируют. Маленький ребенок должен понимать, что с ним интересно разговаривают, спрашивают его мнение, но не тестируют, потому что это ощущение, что тебя тестируют, сразу закрывает ребенка, и он будет показывать плохие результаты и немножко эффективные. Ну, представьте, что без вашего спроса вас кто-то тестирует, это как-то унизительно. Поэтому вся диагностика с детьми, вот здесь этот элемент очень важен, чтобы мы делали его мягко, не навязчиво. Здесь определяем лишний предмет и тоже задаем вопросы, а почему? Когда рисунки цветные, иногда ребенок выделяет лишний предмет по цвету, а мы говорим, нет, неправильно, потому что здесь посуда, а вот это очки. А вот он нашел свой элемент, поэтому обязательно, когда он говорит, вот где, какой лишний элемент, он должен это объяснить. Бывают разные подходы, очень разные подходы, поэтому мы смотрим, задаем эти вопросы. Идем дальше. Вырежем фигуры. Мы можем нарисовать любую фигуру на бумаге, хоть от руки и дать ребенку порезать. Обращаем внимание, насколько точно он уже это делает. Правильно. Вначале самое простое. Берем бумагу и по прямой линии прямо сделать, а потом в квадрате углы. Что мы смотрим? Насколько ребенок правильно осознает вот эти действия и насколько координирует движение руки. И когда мы развиваем мышечную связь, то у нас все прекрасно и получается. Следующий тест. А вот и я появилась. Надеюсь, мне видно. Вот. Нелепица очень интересная. Чаще всего дети ОВЗ пока что без диагноза эмоционально не реагируют. И мне смешно. Да, дети с ОВЗ могут не реагировать. Очень мало несоответствий находят. Вот видите, мы уже здесь замечаем, это патология или нет. Иногда, когда мы видим низкую оценку, можно эту диагностику спустя пару недель еще раз протестировать. Возможно, это временное эмоциональное состояние. Возможно, это действительно диагностирует какую-то проблему ребенка. Поэтому всегда при низких баллах попробуйте еще раз повторить. Были случаи, когда вообще ни одного соответствует. Да. И смотрим. Вот пройди через лабиринты. Простое задание, которое дети любят, но уже тут немножко усложненное. Кстати, тут надо четко показать, где начало и где конец. Я сама искала на этом рисунке. Начало на ушке исполнителя. Тут то ли кот, играющий на виолончели, и из головки виолончели «Выход». Надо в течение 45 секунд, 45 секунд – это бегемот. Вот, я думаю, то ли бегемот, то ли кошка. Все-таки слишком упитанные, значит, бегемот. Берем идеальный результат. Это гениальный результат – 45 секунд. Так идет намного дольше. Чтобы его можно было многоразово использовать, мы не рисуем карандашиком, а палочкой, потому что карандашик один раз сделал. Если неправильно прошел, придется его уже выкинуть и новый начать. Или другой цвета карандашик взять. Лабиринты. Лабиринтов огромное количество. Есть целые сборники лабиринтов, которые дети регулярно занимаются. И это тоже натренировывается, потому что, например, для скорочтения, для запоминания делаются всегда эти упражнения с лабиринтом, потому что они заставляют включать оба полушария мозга. И иногда можно протестировать, дать один тест ребенку одного типа, он сделал, в следующий раз вначале сделать, скажем, вот эти упражнения кинезиологические, панэробику, когда у нас два полушария работают, вот это какое-то такое упражнение, и повторить. В следующий раз можно какие-то активности, подышали просто, подышали активно, и посмотреть, насколько отличается разница. Можно корректировать, скажем, часть детей так, с подготовкой, часть детей без подготовки. И тогда мы проверяем, насколько наши инструменты, которые под рукой, работают или не работают. Вот таким образом тоже можно диагностику использовать, не просто для статистики. Тест Кагана. Это разложить картинки по цвету. Вот вырезаем картонки, а бывают прямо такие, хоть пластиковые, хоть картонные фигурки, и на таблице надо разложить. Вначале говорим, разложи в строчку по цвету, выбери по цвету, но потом разложи в одну строчку, скажем, квадратики, потом треугольники, ромбики, трапеции, и ребенок выстраивает по столбикам. А потом мы говорим, сделай так, чтобы они уже более усложненные. В таблице по этому периметру можно сделать так, чтобы они не совпадали. Обычно тесты как ставят, чтобы не было совпадений на одной линии. Разноцвет, начать с синего, скажем, синий круг, красный квадрат, бежевую трапецию, зеленый овал и желтый треугольник, и другой уже на части другого цвета. Тоже вот это более усложненный для более старшего возраста. Когда у ребенка хорошо получается, это уже они входят в азарт и соревнуются. Иногда эти тесты можно делать и в групповом формате. Ну, не очень много. Там 2-3 ребенка. Почему? Они, когда соревнуются, входят в азарт, показывают другие результаты. И мы, конечно же, помним, что у нас девочки любят сотрудничество, мальчики любят соревнования. Не всегда соревнования полезны. Большинство девочек, не абсолютно, а большинство девочек предпочитают более мирную обстановку. Ну, не соревноваться. А вот мальчикам нужно вот это в большей степени, опять же, не стопроцентно, потому что у нас есть индивидуальные особенности. У кого-то это ярко проявлено, у кого-то чуть меньше. Идем дальше. Обведи контур. То есть мы взяли, посмотрели, здесь находим клетки, обводим. Это помогает проверить наглядно-действенное мышление. В 5-7 лет. Уже постепенно в этом возрасте можно еще и продиагностировать такой тип диктанта, когда вы даете точку и говорите одну клетку влево, два вниз, одну клетку вправо и так далее. И они начинают это рисовать. И тогда определяются эти тесты. Здесь я не написала полное, как это диагностируется, какие подсчеты у вас наверняка есть, плюс они в свободном доступе, в интернете их полно. Поэтому я не стала загружать эту презентацию, такой информации, как их высчитывать, как их рассчитывать. Перцептивное моделирование. Здесь нужно наверху рисунок, из каких частей он состоит. И внизу элементы. Нужно подобрать элемент, который подходит. Сложность в том, что можно их заранее какие-то нарезанные сделать, а можно просто рисунок. Вопрос в том, что деталь может быть перевернута, его нужно еще и подумать, мысленно перевернуть и поставить. Легче это делается, когда у нас картонки или пластиковое что-то, руками, бумага, которую можно взять и переставлять. Сложнее, когда образно-визуально так нужно посмотреть и представить, что вот это переворачивается. Оно не так стоит, в другом положении. И это тоже помогает. Следующая группа это внимание и воображение. Найди и вычеркни. Мы даем ребенку вот здесь, смотри, знакомые фигурки. Давай по очереди. Пойдешь и будешь вычеркивать, зачеркивать, перечеркивать звездочки. И он в каждой строчке, проходя по линиям, находит звездочку и перечеркивает. Мы смотрим и внимание, а поскольку строчек много, мы еще смотрим продуктивность, насколько он устойчив, насколько долго удерживает внимание. Иногда бывает, что дети в самом начале хорошо делают, потом делают ошибки. Бывает наоборот, что в начале делает плохо, а потом включается и начинает более активно делать. Бывает, что с середины забывает, а какая фигура, и возвращается, чтобы посмотреть, какую фигуру надо сделать. надо было перечеркнуть. О чем это? Когда ребенок с самого начала хорошо делает, а потом ошибается, значит, у него маленький промежуток концентрации внимания. Он недолго удерживает внимание. И может у него, когда мы смотрим, как он карандашиком носит, уже устает, начинает сипеть. вот так, а может не надо, а может хватит, я больше не хочу. Бывают и такие. Мы можем чуть-чуть подбодрить, чтобы посмотреть, насколько хорошо он все-таки сделает. И когда в начале он ошибается, а к концу уже хорошо, это значит, психотип такой, что он долго разогревается, ему нужен подготовительный этап, и дальше он сделает как надо. Он разогревается медленно, входит в систему, в работу. Поставь знаки, значки. Мы смотрим, как переключается ребенок и распределяет свое внимание. Ну, здесь формула, как высчитывается все это. Каким образом нужно вот галочку поставить в квадратики, черточку в треугольник, плюсик в кружочек и точечку в ромбик. И он берет ручку и начинает все это делать. Когда он хорошо удерживает свое внимание, он быстро запоминает, где что делать. Бывает, что он возвращается часто, чтобы посмотреть, где что поставить. Он может перепутать. Не в ту фигуру, не тот знак поставить. И даже не заметить, что он поставил, идти дальше, а потом или обнаруживает, или не обнаруживает. То есть, этот тест тоже довольно серьезный. И если мы его берем как упражнение, то, видите, оно учит памяти, памяти, чтобы ребенок запоминал эти фигуры, концентрации, включенности на более долгий срок. Очень интересно экспериментировать, знаете как, с музыкой и без музыки. Вот, без музыки делать, потом включаем музыку. Музыку может быть активную, кому-то в следующий раз включить звуки природы. И понаблюдайте, как это делает ребенок. Иногда даже с детьми с ОВЗ включаемость музыки, когда включаем музыку, то она помогает, она раскрывает какие-то внутренние резервы, настраивает мозг таким образом, что они начинают лучше делать. Интересно, у вас был опыт экспериментирования с музыкой и без музыки, вот когнитивных этих тестов различных? Если есть, пожалуйста, напишите. Переплетенные линии. Ну, это уже известно, а в 6-7 лет они, вот их немало, а довольно много. И здесь, в данном случае, сложность в том, что они одного цвета, не разноцветные. И соединить эти линии, найти где, которая находится, не перейти на другую, тоже составляет определенную сложность, которую ребенок делает. Но за сколько? За 1-2 минуты. Смотрите, если самые первые упражнения для маленьких возраста, там 30 секунд, 40 секунд, 1 минута, то постепенно длительность занятий, увеличивая задание, выполнение задания, увеличивается. То есть мы постепенно расширяем когнитивные способности ребенка. Невербальные фантазии. Есть вербальные фантазии, есть невербальные. Ну, подготовим лист, цветные карандаши, не менее 60 цветов, чтобы все там было. Нужно придумать и нарисовать, какую картину. Мы можем дать тему, можем вообще не давать. На это отводится 5 минут, чтобы он нарисовал. То же самое можно предложить с пластилином, какую-нибудь поделку. То есть у него фантазия какая-то есть, а потом уже анализируем. Он начинает рассказывать, что он сделал. Недавно смотрела. А, рисунок. Значит, ребенок нарисовал рисунок. Мы смотрим, что это такое, ужас какой. значит, в воде тонут, типа тонут, или нет, не в воде, вот три, мама, папа и ребенок, на шее что-то, вот такое висит, они на виселице висят. Такой страшный рисунок. Спрашиваешь ребенка, а что ты нарисовал? А это мы с мамой и папой в аквапарке, с этой струбочкой, в воде плавали. То есть, ребенок еще не точно отображает все элементы, он поставил, но наш мозг это почитал по-другому. Поэтому не все, что там нарисовано, есть то, что мы подразумеваем. Поэтому обязательно вот этот разговор, спросить, что это сделать, что тут нарисовано, кто есть, как есть, и вот все это. То же самое можно рассказать, попросить, а сочини сказку, какую-то историю. Если, может, ребенок сразу сочинить, а если сложно, можно использовать какие-нибудь карточки. Даешь карточку, там, может быть, пейзаж и животное какое-то. Может быть, метафорическая карта, несколько героев. Все. И дальше пусть ребенок рассказывает, то есть, это как бы экспозиция, а дальше, что с ним было, кто он такой, откуда. Если ребенок сам рассказывает прекрасно, вы можете задавать вопросы, а кто, откуда он пришел, а какие у него такие вещи. Конечно, в идеале, когда он самостоятельно все рассказывает. Но иногда детям нужно вот этот стимул, вопросы. Вот смотрю, Ирина Безугл и пишет, весь материал использую не только как диагностический, но и развивающий. Да, не стояла задача эффективного использования музыки, не стояла. А вы попробуйте, посмотрите, как будет. Потому что музыка очень сильно влияет, это я почувствовала на себе. Для меня как-то очень сильно улучшает работу мозга, когда мне сложные задачи надо решать. Знаете, чье исполнение? Страйзенд, Барбар Страйзенд. Когда я включаю, у меня результативность моих дел намного больше, чем без музыки или под какую-то другую музыку. такая энергетика, насыщенность ее исполнения, что оно откликается. Потому что музыка действует не только на уровне ушей, слуха, она передается через еще сердце. Те эмоциональные частоты, которые вложили в эту музыку исполнители, они тоже передаются. Очень интересный такой феномен. И переходим к диагностике эмоционально аффективной сферы. Так, что такое аффективная сфера? Это то, что нами двигает. А презентации не дались для скачивания? Так, я сейчас дам для скачивания, друзья мои, если еще не сделала, разрешить скачивание. Все, можете скачивать. Итак, эмоционально чувственное отношение к жизни и взаимодействие с миром, с собой и людьми. Как это происходит? Например, в состоянии опасности человек есть три сценария действия. Это бежать, замереть или нападать. А что двигает человеком, что он выбирает одно или другое? Почему один выбирает одно, другой человек выбирает другой способ действия? Вот это есть аффективная сфера, то, что мы делаем, не осознавая, почему и как, но мы так поступаем. Это бывает, вы говорите детям что-то общее, всем говорите, кто-то сильно обижается, а для кого-то ничего нет, или кто-то сильно обрадовался, а другому спокойно, совершенно воспринимает. то есть вот эта разность, то, что есть внутри нас нечто, что реагирует, это есть эффективная сфера. Диагностика наличия страхов, ну тут важно создать нейтральную ситуацию, задаем вопросы, скажи, пожалуйста, ты боишься или не боишься? Когда остаешься один? Говорит, да, нет, мы вначале можем, мы пишем да, нет, а потом спрашивают, иногда почему, и спрашиваем почему, потому что иногда ребенок на самом деле боится или не боится, а иногда он пытается дать нам то, что мы ожидаем от него, да, подстроиться под нас. Дети очень гибкие, иногда есть дети, которые сразу подстраиваются, когда остаешься один, боишься? Нет, не боюсь, нет, не боюсь, вот так, а на самом деле, а что ты делаешь? И по поступкам, что он делает, вы видите, что он на самом деле боится, не надо говорить, а ты понял, что ты боишься? Вот этого никоим образом не надо, он пытается, когда он говорит, я не боюсь, он пытается преодолеть эти угрозы. Конечно, здесь мы подсчитываем, насколько больше страхов есть страхи, количество. Эти тесты, особенно психологические, хоть и когнитивные, они не стопроцентные, друзья мои, поэтому мы наблюдаем и высчитываем по нескольким параметрам. Когда я беру один тест и использую его, в промежутке в работе вдруг проявляются еще такие какие-то элементы, что авторы может быть не сказали, не обязательно, чтобы они об этом писали, вы сами чувствуете и замечаете какие-то возможности у тестов еще более расширенные, потому что проявление личности не одностороннее, не имеет одной грани, оно многогранно, поэтому по-разному и проявляется. Так, здесь не проявилось, сейчас идем дальше. Вот, сказка, тест сказка от 3 до 5 лет. Что, в чем вопрос, мы даем маленькую предысторию и задаем вопрос к нему, и дальше ребенок говорит, это спонтанная эмоциональная ситуация. Вот, может быть, здесь, например, такое страшно, птенец, годовщина свадьбы, ягненок или похороны. Насчет похорон мы немножко осторожно смотрим, может, трехлетним не надо задавать, но иногда и можно задавать, потому что проявляются какие-то интересные вещи, особенно, если в семье ребенка этого не было, было где-то далеко. Смотрите, как получается. Слоненок, например, у одного мальчика был слоненок, он очень неприятный, с хорошеньким хоботком. Однажды он вошел в комнату и увидел, что у слоненка что-то изменилось. Что изменилось у него и почему? И тут ребенок говорит, начинает фантазировать, а что может у слоненка измениться? Рука, нога, цвет, он стал лучше слушать, у него появились фантастические способности. Это все нормальные ответы, это положительные ответы. Хуже, когда ребенок говорит, что поранился, и мальчик пришел, и помог, вылечил. Это нормально. Но если сказал, что у него отпалилась ножка, хвост, хобот или что-то, это уже травматичная ситуация. А мальчик что сделал с этим? И когда мы попадаем в травматичную ситуацию, конечно, мы это запишем в нашей диагностике, мы можем спросить, а что мальчик может сделать, чтобы помочь слоненку? Почему этот вопрос задается? Во-первых, он трансформационный и помогает выйти ребенка из болевой ситуации, если диагностика проявила, зацепила какую-то боль. Вот этот следующий вопрос, а как может помочь мальчик? Если он говорит, что мальчик ничего не может сделать, спрашиваем, а кому может мальчик обратиться за помощью? Кто мальчику поможет? И вот проявляется последовательность действий, в котором мы выводим. То есть если ребенок вдруг попал в стрессовые воспоминания, в стрессовую ситуацию, мы там его в стрессе не должны оставить, обязательно его надо выводить, потому что, как вы видели, это тест для детей, а это не очень хорошо. Птенец. В гнездышке на дереве спали птички, папа, мама и маленький птенчик. Вдруг налетел сильный ветер, ветка, на которой держалось гнездо, сломалась, и гнездышко упало вниз. Все оказываются на земле, папа летит и садится на одну ветку, мама садится на другую. Что делать птенцу? И вот здесь смотрим, что делает птенчик. Он тоже полетел, то есть ребенок достаточно верить в свои силы, что он может пойти, полететь куда-то, здесь. Он скажет, он сидит и плачет, то есть он чувствует себя покинутым, не предполагает, что ему взрослые могут помочь. Травматичная ли эта ситуация? Конечно же, травматичная. Могут быть разные ответы. Он спрячется под деревом, то есть если он спрячется под листиком, под кустиком, что получается? Он использует все подрочные средства, чтобы выйти из ситуации. Это прекрасный результат, который показывает, что ребенок вполне жизнеспособен и он может проявиться. И если он говорит, ему ничего не хочется делать, потому что мама и папа улетели, он никому не нужен, мы говорим, можем, может быть и такой ответ. Тогда мы какой вопрос можем задать? Почему вопросы мы задаем? Не советы, не рекомендации, а именно вопросы. То, что мы сказали, не зацепляется в ребенке, а ответ, который интуитивно вышел из него и он проговорил, это стало его собственностью. Для кого он может быть нужен? Если кто-то, мы все нужны, например, я нужна, Богу нужна, вселенной нужна, или а может позвать супермена какого-то, то должно быть для ребенка, должна быть какая-то опора, если вдруг он оказался в такой ситуации, что и мама, и папа его покинули. И таким образом, вот эти 10 сказок раскрывают разные способности. Вот, ответы, требующие внимания, не умеет летать, поэтому останется на земле. То есть он даже не пытается взлететь, попытается, но у него ничего не получится. Это заранее проигрышная ситуация, когда ребенку часто говорят, ой, ты безрукий, у тебя ничего не получается, ты опять разбил, опять не то сделал. когда в окружении такое повторяется, некоторые дети говорят, а я смогу. У кого-то вот на слабо вырабатывается какая-то способность преодоления, а у других, наоборот, уныние, они уже оценивают себя, как же мы оцениваем, дети всегда оценивают себя по оценке взрослых, они себя оценивать не могут, они повторяют оценки взрослых, и погибнет во время падения, умрет от голода, о нем забудут, если он говорит такие фразы, это говорит о том, что в жизни такая ситуация, что-то такое есть. А может он даже скажет, а папа полетел найти место, сейчас вернется, птенечка возьмет с собой, может быть и такое, то есть ощущение того, что ему кто-то поможет, но лучше, когда ребенок сам старается себя вывести из какой-то ситуации, то есть он берет на себя ответственность, а пока ждет папа, что он делает, тогда мы даем наводящий вопрос, и мы опять же из диагностики переводим ребенка в терапию, в помощь, оценка волевых возможностей дошкольников, воля у детей в этом возрасте только-только начинает где-то с 6-7 годами прорабатываться, до этого ими движет интерес, интерес, что такое воля, это когда не хочется, а надо, вот это и есть воля, когда есть определенные правила мы вместе играем, значит мы начали вместе, надо доиграть до конца, это воля, это воля, конечно же, преодолеть какие-то вещи, воля играет огромную важную роль в жизни человечества, потому что любого человека, наиболее успешные люди волевые, потому что как у нас есть день, ночь, так и в успешности человека, в жизни бывают взлеты и бывают ночь, и самая темная ночь, как говорят, перед рассветом, вот, чтобы пережить эту ночь в любой сфере жизни, она наступает, давайте не скажем обязательно, вдруг у кого-то не обязательно, но в этот момент помогает именно сила воли, если у человека развита воля, то он выплывет, выкарабкается и пойдет вперед, методика Карстена оценка волевой активности, что мы делаем, предлагаем заложить фишками клетки шахматной доски, просто однотонные серые или коричневые неприятного цвета, не яркие, которые вдохновляют, простые, в начале на доске 64 клетки и на доске 150 или 156, а может две штуки, две доски большие. Вот пока он будет это все закладывать, это однотипная, неинтересная работа, которая может сильно наскучить. И если ребенок его делает, то это прекрасно, то получается, что он может с этим справиться. И в зависимости от того, насколько долго хватает его терпения, он делает. Как мы видим, в 5 лет мы ставим 64 клетки, а потом можем увеличить и даже сделать больше. Методика Калин, оценка способности выполнить задание в условиях воздействия помех. Что нужно сделать? Берем, скажем, мячик, нужно довести, слегка подталкивать двумя руками или похлопать, довести до другого конца по узкой площадке расстояние 5 метров 12. И в это время мы запускаем помеху. Это может быть мошенка, может быть мячик другого цвета, что-то новое, интересное. Не старое знакомо, на старое мы меньше реагируем, а что-то новое интересное. Выдержит ребенок свою концентрацию, ведет свой мяч до места и потом вернется к помехе, суперинтересу. И до конца. Иногда мы это вначале проверяем, а потом тренируемся, а мы будем тренировать внимание, кто и волю, кто сможет до конца сделать, даже несмотря на то, ему будут мешать. Это уже позже мы воспитываем. Если вначале мы просто проверяли, есть ли у него боли или нет, то в дальнейшем делая аналогичные упражнения, мы помогаем ему развить это качество, не отвлекаться, концентрироваться и доводить начатое дело до конца. Какие есть еще тесты волевых качеств? Это методика Неверович, оценка влияния целей, мотива формирования волевого поведения, вот разные методики, давайте я не буду перечитывать, вы сами в презентации возьмете, подсчитаете, посмотрите, как я опять же сказала, они в свободном доступе. Интересный тест, и она же игра, да и нет, говорить нельзя, да, задаем вопросы, ты хочешь идти в школу ребенок, с одной стороны мы проверяем фантазию, он говорит, он не должен сказать нет, не хочу, или да, хочу, а иным образом найти другие слова, выражения, чтобы показать свое отношение к этому, и что здесь проявляет, с одной стороны умение поддерживать правила, подчиняться правилу, запоминать его, второе, развивает словарный запас, и таким образом мы можем постоянно играть, вначале мы проверяем, тестируем, потом играем, спустя какое-то время делаем перерыв, и делаем повторный тест, и смотрим, насколько долго хватает ребенку внимания, чтобы он следовал правилам. Динамическая организация двигательного акта, это графические пробы, на цепочке, например, пишем башенку, башня, она вот четырехугольная, и крыша, башня, крыша, и ребенок вот эту цепочку рисует, не отрывая ручку, хорошо, если это, скажем, на математической тетради, хотя не обязательно, на математической тетради, когда мы делаем по клеткам ведет, это есть некая точность, мы проверяем, насколько точно он делает, а если мы даем на чистой бумаге, где нет никаких границ, никаких клеток, линий, он делает, то мы наблюдаем и другие, поэтому тесту уже можно делать другие диагностики, пессимистичность, насколько экономичен или не экономичен, но психологи знают, они уже включат свои знания из разных других тестов и выведут свои диагностики, свои выводы по этому тесту. Асимметричное постукивание, это когда мы делаем серии постукивания хлопки или постукивания по телу, раз, по ногам, раз, два, раз, два, несколько серий, постепенно усложняем, мы один раз показали, а ребенку это надо одну серию, раз, два, скажем, по столу или по коленкам постучали, дальше он повторяет это пять-шесть раз. Насколько он может этот ритм сохранить надолго, насколько темп сохраняется и замедляется или ускоряется. Постепенно мы эти хлопки, эти чередования серию усложняем, добавляем четыре, пять, шесть ударов в различных ритмических рисунках. И эту серию ребенок повторяет какое-то время. Перебор пальцев это поочередное прикосновение к большому пальцам. Можно сделать вот так, прямо поздоровались. Два, три, четыре. Можно усложнить как? Обнимаются пальчики по одному, да, вот, таким образом. Вот, видно, да, как я это делаю. Дальше вот большие. Уже усложнение для детей постарше, когда у них это все хорошо получилось. Да, это еще и хороший разогрев головного, полушарий головного мозга для того, ну, нейробика, чтобы мозг заработал и лучше работал. Представление, например, ты командира, твои пальчики солдат, ты командую раз, два, три, четыре, пять. Как только мы включаем этот эмоциональный элемент, дети намного более интересно все это делают. Наличностные качества, вот, есть следующая серия, опять же, тестов, которые вы можете уже посмотреть отдельно, я сегодня уже их не буду рассказывать, потому что, как я сказала, тестов огромное количество, я рассказала о некоторых, и в слайде перечислилась, и вы посмотрите, в свободном доступе их достаточно. Итак, что мы говорим, у детей нет ошибок, а есть зоны рода. Тут взялись наиболее узкие места и помочь им развиться, чтобы раскрылась полная личность ребенка во всей красе, чтобы он проявил себя. И часто бывает, что у ребенка закрыта одна сфера, не очень развита одна, и раскрывается другая. Может, логика вступает, но вступает, и логика включается. Есть психотипы разные, нет ошибок. Если мы будем так смотреть на детей, видя в них не то, что есть, да, то, что есть, мы понимаем, берем как данность, и наша задача в них видеть наибольшей их силой, то, что они сами еще не видят и не осознают. Вот это, пожалуй, самое важное, что мы можем сделать, увидеть перспективу. Как-то Мария Калас, всемирно известная оперная певица, спросили, спросили, кто, что бы сказали зрительнице, она сказала, она говорила что-то схожее, я не дословно сейчас скажу, она увидела во мне то, во что я могу вырастить, и направляла меня к этому. Наша задача увидеть ВКонтакте найдите Нина Василец, и там тесты, 140 тестов для дошкольников, там есть разные сборники, и можно приобрести где-то в районе 600 рублей, не очень дорого, распечатать и использовать, то есть это уже в облагороженной форме. А так достаточно в интернете забить любой тест, который Вам понравился или хотите апробировать, но они есть, интернет дает нам прекрасно эти возможности. Ну что ж, друзья мои, на этом я с Вами завершаю, если нет вопросов, благодарю всех за участие, и прощаюсь, до новых встреч. Все, до свидания.